В марте этого года специалисты холдинга «Титан-2» торжественно дали первый бетон в ядерный остров седьмого блока. Работы по бетонированию шести захваток на отметке минус 12 метров велись на протяжении четырех месяцев. В общей сложности количество уложенной бетонной смеси составляет 3600 кубометров. Недавно «Титановцы» завершили бетонирование последней шестой захватки. Операции выполнили с применением специального нового оборудования. Бетонируем при помощи трех автобетононасосов и стационарного бетонораздаточного узла стрелы, который мы видим позади себя. Бетонирование длится порядка 12 часов вместе с заглаживанием и установкой СТУ. Бетонирование нижней плиты реактора завершится после бетонирования так называемого «бублика» – основание кольцевого коридора реактора, которое запланировано на октябрь этого года. Помимо этого, специалисты компании выполнили бетонирование фундаментной плиты вспомогательного корпуса блока номер 7. Это вспомогательный корпус, который относится к основным зданиям реактора 7-го блока. Предварительно для подготовки к операции было уложено порядка 120 тонн арматуры и выставлена опалубка. Далее, после устройства этой фундаментной плиты, начнем монтировать стены этого корпуса и выходить уже в отметку основного здания. При армировании были использованы специальные трубопроводы. Помимо этого, были установлены сложные закладные детали. Все эти работы были сделаны для того, чтобы залить 350 метров кубических бетонной смеси. В планах у специалистов совершить к концу 2024 года устройство всех фундаментных плит ядерного острова 7-го блока с опережением графика. Работы в котловане 8-го энергоблока, строящиеся ЛАЭС, также идут полным ходом. Сейчас специалисты компании готовятся к ключевому событию – подачи первого бетона. Оно состоится уже в августе этого года. Титановцы досрочно завершили разработку котлована и перешли к устройству песчаного основания – разработке тощего и пористого бетона. На сегодняшний день завершена половина работ по устройству тощего бетона, половина работ закончена по устройству пористого бетона. И, как вы видите, уже мы подготавливаем опалубку для устройства под бетонки 40УДЖА, реактор 4-го энергоблока. Параллельно специалисты компании ведут сооружение фундамента башенной испарительной градирни энергоблока номер 7. Уже выполнен огромный пласт работы и все лето титановцы будут трудиться над завершением всех основных этапов внутри котлована-градирни. Собственные силы концерна «Титан-2» производят работы по устройству свайного поля башенной испарительной градирни. За летний период нам предстоит связать 189 кустов свай и завершить в этом году устройство свайного поля градирни 3-го энергоблока. Сейчас общая численность заидейственного персонала на площадке – 350 человек. Все они работают в котловане как 7-го, так и 8-го энергоблока. В конце года количество рабочих вырастет до 1300 человек. Также на площадке растет количество новой техники и механизмов. Только к концу этого года численность используемых устройств вырастет в два раза. На сегодняшний день мы смонтировали два башенных крана, выставили в проектное положение, введены в эксплуатацию. Также ввели бетонораздаточную стрелу номер 1, с помощью которой производится уже бетонирование полным ходом. Также ведется устройство фундаментных плит башенного крана номер 3, башенного крана номер 4, а также подготавливается площадка под устройство фундаментного крана номер 11 на четвертом энергоблоке. До конца года на территории третьего энергоблока будет установлено три башенных крана и четыре бетонораздаточные стрелы, что позволит стационарными механизмами выполнять намеченные планы по возведению обстроя и реактора третьего энергоблока. Анна Польша, Александр Кашин, Егор Андреев, СТВ